Опыт Алроса по поддержке коренных народов заинтересовал ООН. В начале мая главный специалист компании Алроса в Организации Объединенных Наций презентовал программу Алмазной Компании, направленную на поддержку народов Саха. Подробнее в сюжете моей коллеги Натальи Николаевой. Побывал в Нью-Йорке, увидел Бруклинский мост, погулял по Манхэттену, а еще провел ночь в музее. Это первое впечатление Рустама Ефремова. Он побывал на заседании Организации Объединенных Наций. Российский опыт в поддержке коренных народов. Такова тема встречи. Участники – компании недропользователи, а также делегаты от Ямала-Ненецкого и Хантамансийского автономных округов Сахалинской области и Республики Коми. Основная проблема – социальная ответственность компании, ведущих промышленную деятельность в местах проживания коренных народов. Экспертов в основном интересовал вопрос именно конкретно, какие же программы присутствуют у той или иной организации именно в отношении к коренным народам. Сколько средств там выделяется на те или иные, по направлениям, какие мы работаем. С 2011-го с девятью районами Якутии Алроса заключила договор о сотрудничестве. Компания оказывает ежегодную безвозмездную поддержку УЛУСам. Средства выделяются на строительство объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Впрочем, алмазная компания старается изберечь природу. Участники встречи поделились опытом в этом вопросе. Вопросы экологии тоже были затронуты. У нефтяников это уже, как бы сказать, на первом уровне. Считается у них, так как у них площадь работы очень обширная. Там же у них получается тундровая зона, где почва очень бедная и подвергается сильному повреждению. Итогами поездки Рустам Ефремов доволен. Узнал много нового и интересного, как в личном плане, так и в профессиональном. Опыт российских коллег взял на вооружение, особенно касательно экологических вопросов. Наталья Николаева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».